Всем большой и пламенный привет! Я к вам с распаковкой серии рандомных покупок. Мы с вами и послушаем, и покушаем, и организуем все в гардеробе, чтобы все вещи на месте лежали. Я, например, за многозадачность, особенно в рутинных делах. Не мыслю себя без беспроводных наушников, когда я иду по улице, готовлю кушать, либо занимаюсь какими-то домашними, рутинными делами, там, уборка, пластирушечка. Я, кстати, люблю пластирать вручную. И, в общем, в транспорте, в саду, когда я куда-то иду, я слушаю либо аудиокниги, либо аффирмации. Вот эти настрои особенно помогают успокоиться, принять все то, что происходит, в том числе в отношениях, особенно с близкими людьми. Мне очень помогает аффирмация благодарности. У меня есть наушники выходные, но мне нужны рабочие, скажем так, чтобы они не разбились, если упали, и в то же время звучали объемно, приятно. Потому что все-таки периодически, иногда я слушаю музыку, и чистый звук в этом случае очень настраивает на хорошее настроение. В общем, мне нужны компактные крепкие наушники и особенно хорошо сидящие в ухе, потому что, когда ты работаешь в саду, это дело, вы знаете, не запрокинуть голову и побежать в какой-то момент, может быть, даже. Так что это тоже очень важный нюанс. Под свои критерии нашла наушники беспроводные от Halo. Внутри инструкция, зарядный провод и несколько амбишур для удобства индивидуального подбора, причем качество их высокое. Сами наушники и корпус сделаны из матового пластика. Зарядный блок, он же кейс, компактный. Крышка прилегает плотно, без люфта. Сами наушники магнитно прикрепляются к датчикам зарядки. И магниты сильные и хорошо держат, что исключает их выпадение. Индикатора заряда на кейсе нет. В боксе аккумулятор на 360 мА. Заряжается бокс от microUSB за полтора часа полностью. Наушники от бокса могут заряжаться три цикла. В районе полутора часов будет полная зарядка. Элементы управления у наушников сенсорные, поэтому будьте осторожны. Может ложно срабатывать. Сенсоры работают корректно, прекрасно откликаются. Наушники сразу готовы к работе из упаковки. Касание любого наушника будет являться паузой, либо возобновлением трека. Два касания левого наушника, трек назад. Два касания правого наушника, следующая мелодия. Три раза наушника вы коснетесь, вызовется голосовой помощник. Наушники обтекаемые, плотно садятся в ухо, не выпадают. Его нужно вставить, слегка повернуть. Динамика у наушников в 7,5 мм, которые выдают плотные частоты. Басы, средние, низкие, тоже в порядке. В общем-то, выдаётся объёмный звук. При этом детализация на среднем уровне. И так как наушники сопрягаются по отдельности, у них главного нет. Это, с одной стороны, исключает заикание в работе, а с другой стороны, наушники могут рассинхронизовываться, и один из них перестаёт работать, и приходится сбрасывать все настройки. Bluetooth-наушники 5.0, выдают 10 метров непрерывного звучания, и даже через 200-мин сигнал проходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Микрофон в наушниках тоже есть, но он имеет слабый сигнал и уровень звучания, поэтому его мы даже тестировать не будем. Время работы наушников на максимальной громкости где-то 2 часа 35 минут. Автономно они могут находиться до 12 часов, а на средней громкости проработают 5, может быть, чуть больше часов. Да, кстати, сами наушники имеют влагозащиту IPX5. Кейс такой влагозащиты не имеет. Кодеки наушников поддерживают интеллектуальную технологию шумоподавления DSP. Вас просто отключают от внешнего мира. В любом месте, хоть на пляже, вы можете ощутить себя, как будто здесь вы одни. Обожаю этот фокус. Особенно он важен, если нужно сосредоточиться. Эти наушники из среднего сегмента, и за свою цену это оптимальный выбор. Любите организацию? Я ее с определенного времени просто обожаю. Особенно, чтобы вещи лежали все на своем месте, в доступном месте. Один к одному тематическим. Посмотрите, какой у меня коробец. С ручками. Вот такая прелесть. В общем, с достаточно плотным каркасом. Контейнер из хлопка. Отлично держит форму. Как я уже сказала, здесь жесткие бортики. Если нужно, он складывается. Внутри есть разделитель, который можно как оставить, так и убрать. Крепится этот разделитель на липучки. По бокам есть ручки. И если что, то текстиль можно постирать, но при этом не забудьте вытащить картон предварительно. В общем, как вы поняли, структура и продуманность – это наше все. Мне не хватало одного кофра для хранения моих спортивных вещей и всего такого. У меня был кофр светлого, такого песочного оттенка. И вот этот кофр прекрасно подошел под тот. Они теперь, как два друга, будут вместе стоять и радовать меня. То есть я буду понимать, что в том у меня всякие трикотажные теплые кофточки, а здесь спортивные костюмы. То есть это все очень удобно будет организовано. Для красоты и удобства на весну и осень ботиночки очень интересного оттенка. Вот такой авокадо-зеленый. Прекрасный цвет, очень интересный, глубокий. Ботиночки смотрятся стильно. Оттенок такой припыленный, скажем так. Интересный, да? Видите, как бы скошен немного. Но при этом это выглядит очень органично. И еще мне нравится здесь щиколотка. Я переживала, что она будет слишком широкая. Но когда впервые их примерила, думаю, самое то, самое то. Плотно застежка. Вернее, плотно прилегает вот здесь. Самое такое вот. Да, они вытягивают ножку. Выглядит это элегантно. И я вам чуть позже все это продемонстрирую. Я очень довольна. Внутри они тепленькие. Тепленькие внутри. И та же стелечка внутри тоже тепленькая. Такая достаточно рельефная подошва. И где-то здесь миллиметр. Ну, наверное, где-то полмиллиметра. Это хорошо. Нога не будет стыть. На весну и на осень прекрасно. Они достаточно гибкие. Мягкая кожа. Но при этом плотно держится каркас. Здесь все хорошо обхватывается. Пяточная часть фиксируется прекрасно. Так что очень я довольна. Но немного, возможно, если будет гололед, то скользить. Но в гололед мы уже будем другую обувь носить. С изюминкой плюс к этому зауженный носик создает элегантность модели. Ножка выглядит аккуратно. При этом они красивые и теплые, что самое главное. Меня поразило то, что меховая часть, ворсистая часть, она достаточно плотная. И она находится по всему периметру ботинок. В том числе на стельке. Особенно осенью почему-то тянет на такие уютные вещи. Вы просто посмотрите. Я мечтала о такой красной керамической плошечке. Вкусная кухня получается. Аппетитные блюда, мне кажется, в ней будут 100%. Причем это такая плотная, весомая керамика, в которой можно и запекать, и замораживать. Что там еще можно? В посудомоечной машине ее можно мыть. Просто прекрасно. Любые салатики, каши, я не знаю, что еще, смузи. Все что угодно, мне кажется, здесь можно употреблять с удовольствием. Вы посмотрите, как это аппетитно все выглядит. Вот этот насыщенный, теплый, красный цвет меня принял. Ну и, естественно, эти клубнички. Но такая прелесть. Вы помните, у меня была такая желтая, чуть больше размером, или, по-моему, такая же, хотя нет, по-моему, такая же, просто с цветочками. А вот эта красная. Красота, красота. Как, кстати, вам мои тыковки? Это те самые тыковки на палочке. Вот демонстрирую этот декор, который может простоять. У меня прошлый простоял до марта. Ну и то, они засохли, очень красиво засыхают, ничего не плесневеет. И то, потому что в марте уже была пора сажать новый урожай. А там внутри-то семечки, поэтому пришлось раздерванить и посадить. И вот они, мои тыковки на палочке. У меня их выросло в этом году очень много. Если вы смотрели мое садовое видео, вы знаете, если не смотрели, посмотрите, полюбопытствуйте. Может быть, какие-то идеи себе возьмете. Какие-то цветочки у меня в этом сезоне был направлен. Мой взгляд и вся моя энергия на то, чтобы выращивать те цветы, которые имеют длительный период цветения с июня по октябрь. Вот сейчас у меня до сих пор все это цветет, радует и прекрасно. А тыковки уже здесь. Кто любит тыкву вообще? Я обожаю тыкву запеченную в разных кашах, как будто и десерты, и даже смузярики с ним можно делать. И вот в эту керамическую под... что это? Мисочку положить, красиво сервировать. Термировать и прекрасно начать свой день, вечер продолжить. Ну или все, что угодно. Под настроение, кстати, можно даже и под Новый год приспособить. Красное. Я подумаю об этом. Так вот, чем мне нравится керамика? Тем, что она не вступает в реакцию с пищей. А это значит, что это все абсолютно безопасно. Красиво, универсально. И да, все это есть в четырех расцветках. Синий, желтый, красный и какой-то еще. Не помню. Посмотрите, зайдите. Ссылки оставлю в описании под видео, естественно. Так что, если что-то вас заинтересовало, вся информация внизу. А я вам на такой вкусной ноте желаю приятного аппетита. Спасибо большое, что заглянули ко мне в гости. Я желаю вам интересных и приятных событий на этой неделе. Пусть у вас будет больше теплых встреч, больше новых возможностей и меньше забот. До скорого! Продолжение следует...